Почему работорговцев в Казахстане не привлекают к ответственности? По данным общественного фонда Кайсар, за полгода в Карагандинской области было возбуждено пять уголовных дел по трудовой эксплуатации людей, но ни одно из них не доведено до суда. Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который отмечается сегодня, посвящен наш следующий сюжет. Мадина Аманбаева уже два месяца живет в приюте для жертв торговли людьми. Ее нашли на отдаленной ферме в Шетском районе сотрудники общественного фонда Кайсар. Сейчас ей 39 лет. 23 из них она была в рабстве. За всю жизнь Мадина ни разу не получала зарплату, хотя всегда выполняла тяжелую мужскую работу. Коров даю, кобыл даю, даже привязывала. Мужские работы. Сено возила, навоз возила, воду таскала даже. О, били еще как палкой, били по спине. У меня снимок я ездил, даже мне сказали, поздночь поврежден. И ожог у меня, хозяйка, пятилитром чайника обожжула. Специально, что ли? Ну, они так что-то, если не так делать, что ли? Ну, так и делали. Воспитывалась Мадина в детдоме. В 16 лет ей предложили работу доярки и увезли на ферму. Документы отобрали. Она пыталась сбегать, но ее ловили и возвращали. Мы когда ее увидели, мы думали сначала как бы мужчина, а оказалась женщина, которая закаленная чисто мужским трудом. Ее подкладывал хозяин рабочих, чтобы рабочие не убежали. То есть эксплуатировал, как и сексуальную рабыню, понимаете. И от разных мужиков, получается, она родила троих детей. Избивал, издевался над ней. Все было. Через 40 дней после родов детей забирали хозяева. Дети жили в их доме, хозяев же называли мамой и папой. По словам Мадины, ее работодатели-фермеры настраивали детей против нее. Пособия на детей также получали хозяева. Я хочу, конечно, чтобы их наказали обязательно. Издевались. И надо мной, и там дочки издевались. Дочку тоже она и била. И что только нас нельзя, за нее зашугали. И за волосы, и пенал, и совком, и чем только. А я одна, куда и защиты нет. По словам правозащитников, еще ни разу за последние годы не было доведено до суда ни одно дело по трудовой эксплуатации. Они закрываются еще на стадии следствия за отсутствием состава преступления. С прошлого года пять дел прекращенных. Вот с Мадиной, Мадиной шестое дело у нас. Везде говорят, не держали в кандалах, не закрывали. И если даже избивали, нету свидетелей. То есть был хозяин, был раб. Понимаете? Между ними, вот была между ними драка. Если даже какие-то следы остались, экспертиза пишет, что там ожог получил, там травму получил, там в каком-то году, что это не свежая травма. То есть нету свидетелей, мы не можем доказать. Понимаете? Мы бьемся. Дело не до конца расследовано. Понимаете? Им было просто выгодно быстрее закрыть это дело. Сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми. По разным данным в мире, от 2,5 до 25 миллионов человек находятся в рабстве. Ежегодно в Казахстане из рабства спасают более 100 человек. Но сколько на самом деле людей работают на отдаленных зимовках, не получая зарплату и не имея возможности убежать, не знает никто. Проблема актуальна для всех без исключения регионов страны. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 канал.